Внимание опять в огне. Мы тут, мы тут, мы тут. Здесь никто не улетит. Улисос у родителей. Нож сворачивается все отсюда, все по-другому нет. Все, вы поддерживаете в своей голове, как только меняется, вот здесь, как только. Нужно расширять свое сознание, понятно. Да. Как расширяется сознание рядом с эффективным наблюдателем, более эффективным? Ты создан мною, ты создан мною. Она может управлять своей идеалитикой. То есть вот так, как расширяет сознание рядом с позиции ты и с позиции я. Я вас ничего не знаю. Я знаю, что вы уже сейчас здесь все расширены. Просто очень часто встречаем эффективных наблюдателей, чтобы, как и Нелли говорит, чтобы мальму внимания. Эффективный наблюдатель – это творец мира. Если Нелли, представляете, человек... Что-то мне прям хочется нарисовать. Смотрите. Ну вот он, слепок этого сознания. Вот она я, вот она Нелли, да, у вас. Ну вы понимаете, что мы у вас в башке сидим? Что нет, ну нас. Что мы вот ваши кубики в голове. Я и Нелли, мы ваши кубики в голове. Мы части вас. Какой наблюдатель. Если мы вам рассказываем это, значит, как вы думаете? Знаете вы это? Значит, вы можете это делать автоматически? Можете. Ну, понимаете, да? Вы уже к этому пришли. Ну, сейчас просто потрансформируемся помню. А можно еще дорисовать? Буквально. Получается, а где чья дума? Я, меня. Ну, это человеческая, это ваша голова, да? Ну, вот ваш мир получается. А вот вы, у Оли точно так же голова, и она видит свой мир. И вы где-то там, возможно, совпали в каком-то пазлике, где вам друг дружке что-то нужно показать. Но она... А что у него голограмма? Вся человек сидит где-то в другой... Что рождается внутри нас. В другой там стране, может быть, да? Сначала в нас ждать. А у вас в комнате он разговаривает с вами как голограмма. Вот в моем мире вы все голограммы, но у вас у каждого свой мир. Совершенно другой. То есть в каждой физически содержится даже... Нету никаких наблюдателей в вашем мире. Нету. Если на вас заняли точку обзора, это вы на себя заняли. Через него, якобы, вот... Ну, играйте просто как выжил. Да, оно придумывается именно сейчас. Оно придумывается именно сейчас. Потому что... Мы находимся в начале в концерте. Это наше внутреннее, да? Это наше внутреннее. Это есть наше восприятие. И как транслируется вот этот каждый пазлик, так у нас разворачивается. Типа разворачивается внешнее действительство. На самом деле это реально голограмма. Она просто... Я говорю, мы офигенно себя дурим. Мы офигенно, мы играем в эти игры. Мы играем сами собой, мы дурим себя. Чем больше мы расширяемся, тем больше мы видим, как мы сами собой красиво играем. Но мы начинаем вдруг этим управлять. Потому что мы начинаем понимать, как мы этим делаем. И становится очень прикольно. Уже каждый ребус, распутать, каждую ситуацию уже так прикольно. А запутать еще, короче, создавать игры интересные. Как через большее высвобождение мы себе раскрываем еще больше. То есть, я не могу сейчас сказать. Что значит большее высвобождение? Ну, типа, вот, чем больше ты высвободишь денег, да, там, присутствующий денежный, да, там, тем больше ты давай... Дело в том, что ты даже в энергии, дело в том, что ты разрываешь связь, ты больше не держишься. Соответственно, ты переходишь сама, ты готова поперейти в другое состояние. Давайте сейчас пока еще на деньги не завязываемся. Надо понять, чтобы вы поняли, да, что вы сидите с каждым своим миром, ну, обозначим это здесь. И как транслятор, транслируйте. Я ваша картинка, я голограмма у вас в голове. Так же, как вот это все, есть голограмма в моей голове. Это понятно? Классно, сяло. Супер. Я и Нелли, мы голограммы, но мы части вас. Вы понимаете, что это части вас? Да. Мы одно большое целое. То есть это части, да, и это все восприятие, как мы, еще раз, воспринимаем мир, воспринимаем, как мы его творим, да, такое у нас есть. Мы видим только то, что есть, получается, где? На голове. Да. То есть, смотрите, если, например, приходит человек и говорит, были похороны, мне плохо. Разберите, что вообще в этой ситуации происходит. То есть я пришла к себе и сказала, что мне плохо, я так не чувствую вроде бы, а все-таки что-то ушло. Кстати, похороны, это плохо или хорошо? Да что-то умерло, знаете, не плохо. Это не просто. Это нейтрально, это голограмма. Это просто, ну вот, а как я к этому отношусь? Ну, ты тоже. И плохо это где живет? Ну, это нас. Я чувствую плохо. И связала это с похороной, а похороной вообще ни при чем. Ну, то есть я могу разные чувства в себе на самом деле состояния вызывать. Это все в моих возможностях. Я, блин, бог. Я творю. Я там определяю, называю, распределяю. То есть получается, что все сотворение мира, есть вот эти пазлы, да, сознание, это и есть мое восприятие. Оно просто транслирует, как нам кажется, вот такой материальный картин. Потому и кто-то там рассказывает, там происходит чудеса, кто-то верит, кто-то не верит. Не верит тот, у кого есть шаблоны, и у кого этого никогда не происходило. А для кого в жизни это абсолютно нормальная ситуация, у меня действительность, находить деньги, что-то там вообще, там кого-то там искры, кто-то там, вот у меня есть девочка, она там эзотерику себе, там всякие эти подкидные булавки какие-то реализует. Ну, нравится. И, блядь, мне все заведуют, я там здесь нашла то-то, там нашла то-то. Ну, реально материализует себе объекты, ну, припалывается так человеку, ну, нравится, да. И каждый прикалывается по-своему. То есть, и, может быть, я со своим сознанием сейчас смотрю, ну, прикольно она прикалывается, да. Кто-то скажет, ну, блин, дочь, чего несешь, как не было, кто-то видел, чтобы булавки находили в эти подушки. И у каждого свой собственный мир. И здесь мы подходим к восприятию, да, это тоже есть некая такая вера. Во что я готов поверить? Вот вчера я, например, еще не готова была в это поверить, и сегодня я увидела. Надо понимать, что сначала это появилось во мне где, и только потом я это, а мы все путаем. То есть сначала это только во мне, и только потом оно транслируется наружу. Но поскольку мы в внутренности своей не так много работаем, не так много вообще там себя понимаем, нам кажется, что сразу вот здесь, да, сразу вот здесь, да, еще мы там связаны, о, попранных плохо, и как бы обратно на себя и фиксируем. Мы не понимаем, что у нас это плохо было еще до того, как мы себе вот это все, да, в это. Ну, то есть, и получается вот такой замкнутый круг, там, в голограмму в меня, в голограмму в меня. Ну, сложно я говорю, да? Нет, понятно. Да? Ну, хоть чуть-чуть понятно стало, как бы. То есть, грубо говоря, слеп от нашего сознания есть отражение нашей материальной действительности. Но сначала это происходит здесь, и только потом это транслируется наружу. Насколько вы расширены, настолько у вас там быстрее могут проходить эти процессы. А качество расширения как-то много? А качество расширения, кто сейчас это говорит, да, что значит качество расширения? Опять в рамки загнать себя хотите. Это вот такой мозг там сидит и говорит, так, сейчас мы все узнаем про качество, сколько секунд это происходит, ну, то есть, хочется сразу это проанализировать, да? А можно просто воспринимать сейчас информацию, мы подойдем к практической части обязательно. Мы еще даже до денег не добрались, мы просто говорим, как мир срабатывает, как мы вообще подлина этой земле. Да, и если мы даже вот с этого расширенного сознания начинаем уже читать Библию, у нас то, о, ни хрена себе, вы даже не представляете, сколько вы там увидите. Там, блин, все есть, вообще просто. В сказке Колобок то же самое. Да, я вчера мыла полы здесь такая, думаю, блин, в натуре можно же Колобок расшифровать так же, как и Библию. Я начала уже там в голове, как бы, то есть мне все равно, это мозг хочет на что-то опираться, потому я захожу с Библии, я могу вам сейчас без Библии это рассказать, но это будет выглядеть, что вообще инопланетянка, которая сделала такую херню вообще, молодцы, тут по полной программе. Но мы как бы знаем, что у нас есть мозг, и он такой товарищ, который хочет там на что-то опираться. Ну, окей, давай, на Библию, на квантовую физику, на химию, все есть набор химических элементов. Я есть набор химических элементов, а мне там этот цинк, блин, хрем, я не знаю там. Ну, все вот это тоже, и в воздухе есть. То есть мы можем, наш мир, с точки зрения философии сейчас разберем, психологии, все будет одно, оно на самом деле все бьется в точку. Это просто очень разный заход. Физика, квантовая физика, Библия, Коран, блин, Тора, все об одном, вообще, все-все-все. Разницы абсолютно нет, как к этому подходить. Это просто опора, религия это опора, правила для мозга. На разном уровне сознания, на разной расширенности сознания, они интерпретируются так же по-разному. То есть и колобок будет в одной плоскости. Колобок будет, как Библия. Да, но если на уровне сознания ты читаешь в другом каком-то там, зал, колобка расширится. Колобок уже будет, я бы, другой. Я бы, конечно, это же действие, которое мы смотрим, с каждым разом инсайдерами. Ты будешь, ты будешь, ты будешь. Да, да, я хочу, я эту тему уже проработала, опять возвращаешься к ней, но еще там, фигап, еще, да. Потому что этих уровней достаточно много, иначе, как бы, мы бы, вот, иначе нам было неинтересно на этом тотализаторе самим собой, понимаете, эту игрушку устраивать. Это очень классно, потому что Бог, он именно таким образом вбирает в себя все и весь опыт. То есть, представляете, стать всем, чтобы потом разложиться на мелкие части, разделить это все, обозначить, переназначить, уйти в точку, чтобы потом опять начать расширяться. Это игра в Бога такая, а в Бога-то мы, и мы играемся, мы расширяемся, сужаемся. А я чувствую роль какая? Это самое первое, а у меня нет. А чувства, это, ну, это же непроявленное, ну, как, мы же не можем их проявлять, мы это чувствуем внутри, правильно? Это начало? Да, это сигнал, это, скажем так, сигнальные точки, я понимаю, потому что на шаблон у нас будет вылезать определенное, когда спросишь, а что ты чувствуешь, да, и начинаешь, да, мне как-то там не очень, там, фигак, и выходит подавленность, да, нельзя быть жадной, нельзя. Нет, ну, сначала это чувства, да, ну, для меня�а, что фигак, вам же. Сначала мы, я называю это состоянием все, потому что там и чувства, там и эмоции, там мысли, это все формирует некое состояние. Но состояние это тоже внутреннее, да, как бы, то есть, это мой внутренний такой проектор, да, и только потом оно транскирует сюда, то есть, если у меня есть состояние, что деньги безграничны, да, как воздух как моя любовь к моему ребенку не заканчивается она не заканчивается никогда не заканчивается оттенки заканчивают потому что есть определенные паттерны на деньги у меня одно состояние законченностью эти цифры до бесконечная безрезультативная на самом деле игра она воздуху и общению нет я не думаю вот что он есть я не думаю вот я сама у себя тоже есть есть я забыть и вспомнить выходит из той точки здесь и сейчас как раз ты можешь вспомнить что ты жабой была и дышать под водой можешь но твои шаблоны вы там этого сознания сейчас способна вообще это даже проговорить а это все можно понимать это можно конечно нужно хочется ли это поиграть а потом я поняла почему это плохо ушел человек а кто чувствует что ему тяжело когда он постарел вот это шаблон человек стареет ему из-за этого становится плохо пусть умрет и освободитель чем понимать общее такое уже на глобальном смысле на самом деле это шаблон я говорю что если мы будем думать что мы живем 200 лет ну начните уже хотя бы так думать что мы живем 200 лет чтобы ли мы ну провести молодость хотя бы до 100 лет понимаете у меня в этом плане расширенное сознание у меня женщина 57 лет родила нормально да нормально коллективное сознание тоже надо нет кто такое коллективное сознание это твой сильный шаблон это же я ощущаю что она конечно сейчас хорошо поставили на место все вдруг но потому что пока не разберешь пока не поставь на место кома образуется это чувство кто это испытывает все же исходит из меня и она сначала самое интересное а это пазл сначала есть все есть значение его активирующие даже не понимаешь как ты его активируешь и она проявляет куда внешней действительности поэтому и все что мы вообще чувствуем а мы чувствуем вообще все обратите внимание когда вы идете по улице посмотрите глазами вас там джун 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 мгновенно и это очень это уже настолько глубокие такие штуки что мы их не продумываем даже. Они автоматически вылезают. Автоматические штуки сложнее всего переработать. Они в шум превращаются, когда музыка со всех щелей включить обновременно. Это самые такие сильные, на самом деле. Чтобы хвынуть, чтобы посмотреть, надо сначала разобрать. Да-да-да, надо сначала то, что я хотя бы могу проговорить. Что у меня реально есть шаблон старости. Откуда у меня шаблон старости? Я помню, что я был маленьким. Я смотрела на бабушку, и она была вся в машинках. Ты это сейчас можешь тереть, изменить. Ну, это тебе кажется, что ты была маленькая, и что все там маленькие люди, когда смотрят на бабушку, они автоматически этот образ определяют старость. Но это можно стереть. Ну, я понимаю, что сейчас пока сложновато, как бы, и звучит это... Но мы так представили, реально, если бы нас окружали люди, там, 60-70-80 лет, и они бы выглядели на 25, у нас бы не было шаблонов старости. Ну, типа, что? Ну, а уже продленные, например. Вот у меня, например, это в голове так есть. Я встречаю людей, которые выглядят на 20, на 25. У меня эти люди есть. И разве это не нормально? Я вам уже транслировала. То есть, это все вас. Поддерживаете вы это или нет? Я же своего сына поддерживаю, что есть он в существовании. И вон он пишет, кому там, где сын писал. Он звонит, пишет, там, какие-то сессии там дает, еще что-то. Я его поддерживаю. Каждую секунду, там, пересекунду, или как там эти, я гуманитарии. Ну, я его поддерживаю. Что за шаблон, я гуманитарий? Ну, просто, я изучала эту физику, квантовую физику, все это я изучала. Ты поддерживаешь свою маму, которую поддерживает тоже твоего сына. И вот это все. Да, ты очень немного туда, как бы, ну, а что-то, например, как воздух, оно настолько сильно, ну, на автомате. Воздухом не заканчивается. Позвольте, пожалуйста, первую. Я вот хотела добавить про шаблон в Таиланде, да, вытащить? Да, 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 да. Ничего, что это любило? Нет, нет, я просто начала включить это. В Таиланде нет шаблона мышления у людей тайцев голода. У них нету в языке слова голод, понятия, то есть слово, обозначенное голодом, каким-то явлением, да, и оно поэтому там у них не проявлено, потому что они не знают такого слова. Слова от тайского языка не содержит. И вот тайцы, они не испытывают голода, потому что у них все ползает, все летает, все растет, все. Кто будет в Таиланде? Ну, или там, рядышком где-нибудь. То есть, представляете, нет, представление вообще о голоде, как вообще легко живет. Какое было тогда желание соцветрить? Самое главное, это тот импульс, толчок, который тебя... Желание у тебя может быть только здесь и сейчас. Только здесь. Если ты сейчас скажешь, я хочу выйти замуж, а я скажу, нет, ты сейчас хочешь сидеть здесь на диване, слушать меня, мы часто очень придумываем себе такие навязчивые желания и тащим их как мешок в каждую новую действительность. Хотя на самом деле, вот такой груз, я бы даже сказала, это тебе не нужно, ты этого не хочешь, то, что хочешь, у тебя уже происходит здесь и сейчас. А все остальное это кажется, и вы об этом... Это тоже шаблон думать, что ты это хочешь, понимаете, вот как оно звучит. Но это можно все распаковать, ну, расширением, да? Вы сейчас расширенно сидите, потому что вы уже понимаете, как у вас работает, да, вот эта вся эта сетка, уже какая-то матрица видна, голограмма видна, да? И уже сейчас много можно что накидать вам и пристроить вам информацию. Сравнить начало, да, как вы начали разговаривать, и как сейчас, вы сейчас мега расширенные все. Я сейчас вам могу накидать, знаете, кучу всего это, чтобы прорастало. Накидаем. Ну, накидаем, ну, то есть, вы понимаете, да, как это работает? Это расширение, и те вещи, которые вам вот здесь кажется, ну, вообще, что за там, чип-супа, сейчас вы сейчас их захаваете за милую душу, они начнут там прорастать, если вы будете дальше их поддерживать. Оно, ну, так работает, так и меняется сознание. А когда вы будете уходить, у вас вообще некоторые штуки, вы скажете, ну, как бы, да, ничего не получилось, так все и было, сидеть было дальше. Непонятно? Нет, нет, вообще ничего нового не узнала. Да, да, вообще ничего нового не узнала. Вот с Нелли вообще-то, я просто, я от ее скорости просто балдею. Я всегда думала, что я скорая, но я не скорая, по сравнению с Нелли. У нее, с ней... Я вчера подняла, какой я тормоз. С ней разговаривать невозможно, у нее в одну секунду меня это прям весит, ну, хоть записывай. Вот каждый раз... Оля меня все время по голове хочет. Да, остановись! Да, и каждый раз, то есть, мы только начинаем все что-то трансформировать, ну, то есть, у нее, например, да, и она уже трансформирована, в каждую, еще секунды не прошло, она уже выдает, как бы, все, у нее уже это... И она так гуляет по этим ядостям, ну, вообще с человеком не поговорить даже, по душам. Ну, она такая, знаешь, ну, давай найдем какую-нибудь проблему, что-то решим. А мне клюкли есть. Да, покупилка, она вчера там... Мы вчера там ехали говорить, да, ну, о семейных делах, у нее это вообще мгновенно. Я говорю, ну, как? Я говорю, ну, вот, ну, только что... Я думала, сейчас порешаю с ней что-нибудь там... Она уже перешла, как бы, одним вопросом она туда перешла. И все там... Ну, то есть, и от этой скорости, конечно, крышка. Вот у меня едет крышка. Думаю, ну, как так, давай по песене... Ну, это интересная игра, да? Ах ты как думаешь? Она офигенная. Она мгновенная у нее, да. Она же переходит, и она уже смотрит на тебя, как на придуржную, типа, как бы, о чем вообще говорим. Я просто стою каждое утро. Вот вопрос был про смерть, и кто-то мне задавал, да? Что такое смерть, что такое... Вот мы вибрируем, мы умираем в секунду, 9 триллионов раз в секунду. Умираем и рождаемся заново. Это вот на микроуровне, да? Более... Уровень возьмем, мы каждое утро просыпаемся заново. заново, то есть у нас то, чем глаз смерть, мы проснулись, да? На более еще глобальном уровне нам кажется, что люди живут так, умирают, там, перерождаются. На самом деле, у нас каждая вибрация, каждая... Мы на кварке разлетаемся. И здесь вы ничего. И здесь и сейчас вы транслируете ровно то у вас сознание, которое у вас есть, именно здесь и сейчас, да ни больше, ни меньше. Нету дискомфорта от того, что никакой вообще стабильности нет, и ты потерялся. У меня от стабильности такой дискомфорт, я же просто... Это же как в стабильности можно жить? У нее, в принципе, все есть. Она радуется каждой мелочи, большой и маленькой, и ей разницы в этом нет. И она выглядит, она достаточно стабильна. Она стабильна в своей нестабильности, понимаете? У меня план жить только без плана. У нее мир очень быстро меняется. Прешу помню? Или тоже из какого-то периода жизни так чего жить? Это же неплохо. Или это прям... Когда с ней разговариваешь, она сонская еще такая. Здесь, сейчас. Здесь. Она же вспоминает. А сейчас я помню, что я уже родилась, мама говорила, что у меня волосы уже были где-то на 20 см длиннее, еще ног. Сказала, что там униклоу какое-то. Я уже с ней на вспоминания. Сразу, мгновенно, сейчас наляпываются на этот момент. Ну, если я начну вспоминать. Я каждое утро, когда рождаюсь, я себе говорю, блин, я ничего не знаю, мне интересно сейчас, что я сегодня новенького узнаю. Я пока ехала сюда, еще утром в чате пообщалась, еще ночью не могла уснуть до 6 утра. У меня сегодня инсайтов пришло, мне показалось, что больше, чем за последний месяц. Но вы не думаете, что ты... А мужа на своем сознании поддерживает? Да, хотел бы узнать. Нет, все, что ей надо, как бы... То есть, как бедные фигуры перекачивают. Она держит, да. То есть, в своем сознании, все, что ей надо, как бы она держит. Ну, реально, она даже по поводу них переключает на раз, два, три. Ну, вот как бы едет и переключает. Ну, делать, что-то она не будет тоже выстрелить, да? Мы всегда растем и расширяемся. Если мы попытаемся каждому человеку, вот это сегодняшний инсайд мой, последний, скорее, последний... Уже предпоследний. Предпоследний. Да, был, что если мы свою точку зрения, любую, мы всегда же всем все навязываем, рассказываем, учим, объясняем, показываем своим примером. Если мы свою точку зрения любому, любой голограмме, моей части себя же... Попытаемся, чтобы у него была такая же точка зрения, да, навязать ему, сказать, то получается, а мы же... Это в... Ну, если вам... Блин, я уже, короче, улетела, мне вообще, глядь, дарят еще. Она в этом... Она в очередном состоянии я переведу сейчас. Короче, каждый человек, это моя клеточка. Если я клеточку пытаюсь сделать такой же, похожей, как, ну, рядом, да, то у меня не будет расширения, ну, у меня не будет расширения. То есть, мне нужно, чтобы каждый, мои клеточки, все люди имели свое собственное мнение на свое мнение. Игра заканчивается. Ну, то есть, ее не будет, игры не будет. Если люди, вот, которые других учат, короче, что тут делать, как можно учить, как раз сейчас и про рак, тут сейчас скажу, все, кто болеет раком, сегодня после видео, вообще перестал этим болеть. Здесь уже никуда не болеет. Сейчас. Нет, там про видео, я сказала, там где-то еще. Когда мы, как вирус, распространяем себя, свою информацию, пытаясь навязать свое мнение, да, оно копируется, копируется само на себя, да, и вот люди, которые очень сильно распространяют эту информацию, они болеют раком, потому что это... Консерва, ну, образуется некая. Мы берем и захватываем с собой, как вирус, все, все, все вокруг клеточки, то есть, людям, пытаемся, не знаю, это учить, там, получается, это одинаковая клеточка, которая не держит. планированная клеточка, но когда ты, как вирус, распространяется, будет такая же, ну, внешне. То есть, я не расширяюсь до них, я наоборот, они были уникальные, а я их поднимаю. Как шаблон. То есть, я не расширяюсь, блин, а сужаюсь. То есть, я беру, и одинаково, все, пространство делал. Можно, как вирус, распространять вдохновение, чтобы они нашли новые, да, и с каждым новым инсайтом любого человека, который работает. Не знать, как будет у человека, но наблюдать, как он индивидуальный. Если у него новое раскрывается, получается, это у него расширилось. И еще, ну, вобрать это в себя, то есть, ты берешь, да, то есть, здесь, 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 все, как тут начинаем платить одно и то же, а у нас здесь все, вот вообще все. Мы ничего здесь не можем, как бы, представьте слово все, ну, вот, ничего, да, пустота, и все, одновременно. И вот это все, оно здесь, вся разность, которую он соединил, это все различия, которые он соединил в себе. Представляете, сколько разного он себе собрал. Вот эти скачки из одной вязи, из другой, вот это чувство, я-не-я. Он трансформирует просто такой шатлон. А это шаблон? Любое убеждение, мы берем любое слово, слово это ничто, нечто, слово, без обозначения, без явления. Мы наделяем что-то, нечто, каким-то явлением, обволакивая его в явлении какое-то. Оно является, проявлено или не проявлено, оно является, появляется вот это явление. любое убеждение, мы наделяем суждением, об этом слове. Давайте на картинке. То есть, если мы ничто, какое слово наделили каким-то суждением, оно уже является шаблоном. Что такое шаблон? Шаблон, программа, суждение, явление, одно и то же. Я являюсь, управляюсь на себе. Вот как? Вот между ними нет потери? Потому что с Улимой все меняется. Как можно сделать? Так это же процесс. Блин, короче, у меня мозг салаз. Я что им варю? У вас тоже меняется. У вас тоже меняется. Просто у нее шаблонов, у нее нет вот этих перегородов, у них меньше. Все, все одинаково меняют эту штуку. Просто каждый меняет в соответствии с тем, какое это сознание, с какими там базами, с какими перегородками и так далее. А как работает слово, Вот это ничто, опять же, да? Как мы это переносим? на творение. Ничто, это что-то. Обратили внимание, определили, увидели, да? Обратили внимание. А что ты сейчас такая злая, да? Сидит человек, нейтральный сидит человек. Это что, злая, это я? Это же, то есть, что я сделала? Я подошла, обратила на нее внимание, да? Я же, я творец, подошла, посмотрела на нее, определила внимание и такая злая. А еще, он мне такой, чтобы он злая, это плохо, да? Все. И я, когда я определила, что она злая, кто эту злость-то почувствовал? Ты игры? Да. Ну, то есть, она во мне. И у меня так сразу негативом, туда. Хотя, негатив, негатив, пленка, проявление, да? Негатив, это на самом деле, надо трансформировать, короче. У меня негатив, в моем понимании, это не негатив, а негатив. Что такое негатив? Негатив, выявление, проявление, это явление. Возьми пленочку, да, раньше, которая была негативной, в моем понимании. «Ябл» и «Ябл». Вы посмотрите, какие у нас две разные картины мира. И каждая определяет свое. Но это я насчет человека сказала, а у нас каждое слово определено. То есть, получается, что у нас стоит за каждым словом? Ябленье, которое... Прикиньте, у нас за каждым словом там целая чебурашка. То есть, а у каждого своя. И мы потому делаем трансформации, потому мы все это, ну, вообще находим, смотрим, чтобы посмотреть, а что такое деньги вообще? Давай перейдем в деньги. Сейчас у всех будут свои деньги, вы увидите. Готовы? Да. А я только хотела сказать, боже мой, вот... Я не успеваю просто. Я не хотела сказать, давайте пять минут. А мы только попали. Пять минут попали. Вас до желания, да, спасибо.